Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Живочки! И сегодня мы с Вами приготовим очень вкусные домашние сладкие пирожки в духовке. Сегодня я буду готовить свишни, но Вы можете взять абсолютно любую сладкую начинку. Можно взять яблоки, груши, персики, сливы, абрикосы, можно взять творог, можно в творог добавить изюм. В общем, берите все то, что у Вас есть и с чем Вам будет удобно работать. Сегодня мы будем готовить на дрожжевом сдобном тесте. Тесто замечательное. Пирожки с такого теста всегда получаются мягкие, воздушные и очень вкусные. Для приготовления нам понадобится мука. Муки необходимо столько, сколько возьмет тесто. Но приблизительно это 5 стаканов муки, либо 750 грамм. Также нам необходима вода. Вода должна быть теплая. Пол стакана воды теплее, чем комнатная температура. 1 пакет ванильного сахара, пол чайной ложки соли, 40 грамм дрожжей живых, 2 куриных яйца, 3-4 столовые ложки растительного масла, 100 грамм маргарина, 1 стакан сахара и 250 миллилитров молока. Также я беру вишни для начинки, как я уже сказала. И для присыпки вишни мне необходим крахмал. Подготовим опару. Берем пол стакана воды. Как я уже сказала, вода должна быть теплая, теплее комнатной температуры. Можно ее немножечко подогреть. Сюда добавляю 1 столовую ложку сахара. Хорошенько перемешиваю водичку с сахаром. И теперь сюда крошим дрожжи. Оставляем нашу опару в теплом месте, где нет сквозняков на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Пока наша опара подходит, мы займемся другими ингредиентами. Берем большую миску, где будем вымешивать тесто. Разбиваем 1 куриное яйцо в миску полностью. А второе куриное яйцо мы разбиваем и отделяем белок от желтков. Желточек один оставляем на смазку пирожков. Оставляем желточек в сторону. Он нам пока не нужен. И теперь немножко вот так яйцо взбиваем венчиком. Теперь сюда мы кладем пол чайной ложки соли. Один пакетик ванильного сахара. Оставшийся сахар. И хорошенько перемешиваем. Теперь нам необходимо добавить молоко. Молоко должно быть теплое, чуть-чуть теплее комнатной температуры. Я его немного подогрела в микроволновке, но ни в коем случае не горячее. Выливаем сюда молоко. И также добавляем маргарин. Маргарин необходимо растопить. Я его растопила в микроволновке. И теперь сюда добавляю. Хорошенько все перемешиваю. Мы смешали молоко, маргарин, яйца, сахар, соль и ванильный сахар. И наша опара уже готова. Через 15 минут. Посмотрите какой шапочкой она взялась. Теперь сюда мы выливаем нашу опару. Немного венчиком вот так все перемешиваем. И начинаем замешивать тесто. Муку необходимо заранее просеять. У меня уже мука просеянная. Поэтому я сразу добавляю ее в тесто. Добавляем частями. Часть добавили, вымешиваем. Часть добавили, вымешиваем. Часть добавили, вымешиваем. Муку добавляем до тех пор, пока нам будет сложно вымешивать тесто. Я уже добавила приблизительно 4 стакана муки. И уже очень сложно вымешивать тесто венчиком. Поэтому я убираю венчик. Высыпаю оставшуюся у меня муку. И замешиваю тесто в миске теперь руками. И перемешиваю. Очень хорошо, хорошо вымешивая. Вот посмотрите, тесто еще липнет к рукам. Но уже отделяется, так сказать, от миски. Муки я пока больше не добавляю. Теперь смазываем нашу поверхность растительным маслом. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, смазанное растительным маслом. И теперь продолжаем вымешивать хорошенько тесто. Муки я больше не добавляла. Я вижу, что муки нам будет сегодня достаточно. Тесто я уже хорошенько вымесила. Вот такое вот мягенькое оно у меня получилось. Друзья, если по каким-то причинам вы чувствуете, что вам не хватает муки, то можете добавить небольшое количество муки. Ведь мука у всех разная. У меня пошло ровно 5 стаканов просеянной муки. Хорошенько вымешивайте с маслом. Сначала вымешайте и убедитесь в том, что муки вам не хватает. Только тогда можете немного подсыпать муку частями. Но я не рекомендую забивать тесто мукой. Иначе пирожки не получатся такими пышными, вкусными и мягенькими. Добавляем миску, смазанную растительным маслом. И теперь вот так вот делаем с теста такой клубочек. И кладем его в миску. Накрываем тесто пищевой пленочкой, либо полотенцем. И оставляем в теплом месте, где нет сквозняков примерно на 1 час. Прошел 1 час и вот так вот поднялось наше тесто. Посмотрите какое тесто поднялось больше чем в 2 раза. Теперь отставляем тесто в сторону и я подготовлю начинку. Я беру вишни. Вишни можно использовать любые, как свежие, так и замороженные. И пересыпаю вишни двумя столовыми ложками без горки крахмала. Перемешиваю хорошенько ложечкой, чтобы крахмал равномерно распределился. Начинка из вишен уже готова. Также я застелила противень пергаментной бумагой. И теперь приступаем формировать пирожки. Смажем руки небольшим количеством растительного масла. И вот этими руками в масле. Прямо вот так вот в миске хорошенько омяним тесто. Вот посмотрите, друзья, какое воздушное пузырчатое получается у нас тесто. Обалденно! Я рекомендую очень вам попробовать приготовить вкуснейшие пирожки в духовке. Теперь берем вот таким вот образом и отщипываем кусочки теста. Вот такие вот шарики делаем. Раз. И выкладываем на поверхность, где будем готовить пирожки. Разделили тесто на кусочки. И теперь каждый кусочек я беру вот так ручками раскатываю. Я не использую никакую скалку, ничего. Вот так вот тесто не должно быть тонким. Оно должно быть такое немножечко толстенькое. Выкладываем начинку. И залепляем хорошенько края. Вот как вареничек хорошенько проходимся. Так раз, 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 раз. Теперь вот так придавливаем ручкой шов. И отправляем пирожок на противень с застеленной бумагой. Швом вниз. Мои пирожки уже все сформированы. Я всегда кладу пирожки один к одному. Мне так удобней и нравится больше. Теперь накрываем пирожки полотенцем. И оставляем их на 15-20 минут для расстойки. Прошло 15 минут и пирожки еще раз хорошенько поднялись. Берем один желточек, который мы с вами оставляли. И вот так хорошенько его взбиваем вилочкой. Теперь к желтку можно добавить пару столовых ложек молока. И еще раз перемешать вилочкой. Теперь берем кисточку и вот так вот кисточкой смазываем каждый пирожочек. Чтобы они у нас получились румяненькие и очень красивые. Отправляем пирожки выпекаться в хорошо разогретую духовку до 180-190 градусов на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке до готовности пирожков. Прошло 25 минут и мои пирожки уже готовы. Так как пирожки у нас сладкие, можно посыпать их сверху небольшим количеством сахарной пудры. Вот такой вот пирожок получается у нас в разрезе. Посмотрите какой вкусный и мягкий. Вот такие вот красивые, а главное очень вкусные получились у нас пирожки с вишней. Друзья, обязательно попробуйте приготовить такие пирожки. Начинку можно взять любую по вашему вкусу и желанию. А тесто получается просто волшебное. Оно мягкое, пушистое, сладкое, вкусное. С ним приятно работать. Побалуйте себя, своих родных и близких. Я желаю вам всего хорошего, друзья. Приятного вам аппетита. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. До новых встреч!